Часы ожидания, издающие нервы. Это цена проезда через железную дорогу в Тимошевске. Многокимометровые пробки и те, кто хочет въехать в город, и те, кому нужно выехать. Водители транзитных автомобилей в вечном поиске объезда, а местные жители жалуются, что просто оторваны от большого мира. Пробки бывают стоят в две стороны, отсюда вообще невозможно никак не выехать, не заехать. Очень страшно у всех дети, и это значит, что сюда не приедет никакая скорая. Ну, бывает минуты по 40 стоим, или по часу. Три раза в неделю езжу, и каждый пробка, каждый день пробка. Схожая ситуация и в Славинске-на-Кубани. Въезд в город здесь пересекает эта же железная дорога. Поезда по ней ходят регулярно, перевозя пассажиров и тяжелые грузы. Как сделать так, чтобы движение автомобилей не зависело от движения ЖД-составов, этим вопросом краевые власти озабочены уже давно. Проблему поднимали даже на федеральном уровне, говорит Вениамин Кондратьев. На совещании по развитию транспортной инфраструктуры Кубани глава региона сообщает, что после переговоров с Минтрансом России достигнута договоренность. Федеральную собственность передадут дорогу по направлению Ростов-Стараминская-Тимашевск-Тамань. Вице-губернатор Андрей Алексеенко в свою очередь рассказывает о строительстве путепроводов на проблемных участках, что станет решением наболевшего вопроса. Мы обещали жителям Славинска-на-Кубани и Тимашевска о том, что проблемы с переездом железной дороги будут решены. По времени есть понимание, когда эта тема на самом деле будет закрыта. Что касается Славинска-на-Кубани, есть все основания предполагать и надеяться, что проблема будет решена в будущем году. Потому что в этом году будет запроектирована, выйдут из государственной экспертизы и реализуют уже строительно-монтажную работу этого путепровода. Что касается Тимашевки, то эта проблема будет полностью снята до 2018 года. То есть до 2018 года предусмотрена полностью реконструкция всего транспортного направления до Крыма. То есть в течение трех лет мы проблему с переездами в Славинске и Тимашевске закрываем? Полностью. Но трудности с проездом сегодня не только в этих районах. Восьмибальные пробки на некоторых улицах Краснодара уже стали нормой. Количество автомобилей с каждым годом растет. На тысячу жителей сейчас приходится почти 500 машин. Еще около 150 тысяч ежедневно въезжает из других городов и станиц. Ситуация близка критическая, считает губернатор края. И надо признать, дорог много, а единой транспортной системы нет. Если мы не будем заниматься сегодня пробками, то завтра проехать будет просто невозможно. Дальнейшее развитие Краснодара, как бы мы его ни проектировали, ни планировали, без дальнейшего развития транспортной инфраструктуры, именно развязок дорог невозможно. Попытки реконструировать узкие места в прямом переносном смысле этого слова никаких результатов не дают. Значит, наверное, все-таки надо искать решение не в реконструкции узких мест, а в глобальном разрешении этой проблемы. Нужен системный подход к развитию транспортной инфраструктуры. На совещании проектировщики дорог предлагают варианты. Разгрузить город поможет строительство северо-западного обхода. Новый мост через реку Кубань в поселке Яблановский. Новые развязки на улице Петрометальникова и на Московской. Вынос ЖД дороги из центра Краснодара. Краевая столица развивается быстрее, чем успевают реализовывать планы. Проектов накопилось уже несколько десятков, рассказывает мэр. В общей сложности проектная документация на эти работы по 42 объектам. Я бы очень просил, чтобы мы реально сегодня рассмотрели со специалистами вот те крайне необходимые вопросы, которые могут не когда-то решить проблемы улучшения транспортного движения по городу Краснодару, а вот сейчас на основании уже ранее разработанных всех проектов, имеющихся в наличии, прошедших экспертизу. С поставленными задачами в одиночку городской бюджет не справится. Избавить Краснодар от постоянных дорожных заторов возможно только сообща с краевыми властями, говорит Вениамин Кондратьев. Проблема Краснодара, как столичного нашего краевого города, должна остаться только проблемой Краснодара. Проблема реконструкции, строительства дорог. По-другому мы в эту ситуацию не разрулим, говоря по-русски. И сегодня у мэра много есть вариантов предложений, и он не должен с ними оставаться один на один. Но это должна быть единая позиция мэра и вас, как курирующего вице-губернатора, и краевого министра транспорта. Потому что иначе мы будем тему все время забалтывать, а не вот уходить вы никуда. И никогда решаться не будем. Потому что никто не хочет взять на себя ответственность за решение. В том числе и что первично в Краснодаре мы будем делать для того, чтобы разрузить город. Не общим выдавать проекты, которые превращаются в проекты, а конкретно, пошагово это, это, это. И подписаться под этим. На воплощение в жизнь всех проектов сразу денег не хватит ни в городской, ни в краевой казне. Поэтому для начала губернатор поручает своему заместителю и мэру Краснодара составить список самых приоритетных. После утверждения проекты должны быть реализованы в обязательном порядке. При этом важно, чтобы в сложных и спорных моментах все предложения выносились на публичное обсуждение с горожанами.